здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков есть у замечательного современного рок-певца константина кинчева такая строчка в одной из песен только на душе шрамы в три ряда от такой простой работы жить действительно работа жить с одной стороны очень проста чего пороще может быть живи себе и наслаждайся жизнью с другой стороны если ты свою жизнь соподчинил каким-то сверх задачам особенные задачам которые поставлены тебе извне например евангелием то встает вопрос как свое простое бытование простое существование вклинить вот в эту сверх задачу на в исполнении этой сверх задачи ну например спасение души или например служение богу и людям и мы говорили неоднократно что господь для выполнения этой сверх задачи нами дает нам ряд инструментов дает сопровождает нас определенным инструментарием в этот мир одним из таких инструментов можно назвать совесть про совесть мы по моему еще ни разу не говорили не подступали к этой теме и опять же кажется что ну а чего здесь может быть сложного совесть это ну некий внутренний голос который тебе подсказывает куда идти куда не идти вот то что в тебе порождает чувство стыда избавляет тебя от неверных каких-то ошибок неверных действий от ошибок и толкает тебя каким-то добрым но все было бы слишком просто дав такое объяснение совести когда мы не будем учитывать контекст всей нашей жизни вот про совесть про это простое явление мы сегодня собрались поговорить с отцом николаем зинин здравствуйте здрасте давайте попробуем для наших телезрителей высветить как это вот сказать правильное что ли понимание совести потому что есть на мой взгляд неправильное понимание совести вот и когда мы начинаем употреблять понятные слова с неправильным содержанием с неправильным смыслом очень усложняется понимание вот той самой простой задачи жить жизнь очень усложняется в силу того что где-то мы не разобрались с дефинициями с какими-то терминами вот как вам кажется что такое совесть давайте попробуем дать ему определение и ну дальше мы перейдем какие может быть ее в нас жизнеутверждающие функции а какие в общем-то жизнеразрушающие функции и могут ли быть у совести жизнеразрушающие функции да тут наверное надо для начала сказать что я ну классическое определение совести в православии это совесть да то есть какая-то параллельная весть во мне которую в классическом варианте мы называем голосом бога внутри меня который говорит как правильно как неправильно вот и это классическое определение но отличается от того как современная психология рассматривает этот феномен потому что в современной психологии это начну ну как синонимично как внутренний критик да то есть на санс на самом деле в нас много разных голосов вот они один из самых громких бывает внутренний критик то есть это тот кто критикует твои поступки мысли еще что то вот и очень часто мне кажется именно православная внутреннего критика принимают за совесть и если мы эти две два определения сравним то понятно что между ними какой-то зазор все равно получается то есть мы если будем сравнивать и искать какой-то синтез этих двух то то конечно мы должны от классического отойти немножко потому что не любой голос который во мне возникает я прям сразу ему божественную припись да это есть шутка у психиатров да если ты говоришь с богом это хорошо но если бог тебе отвечает и ты слышишь голоса то это повод обратиться за помощью медицинской поэтому не каждому как и апостол говорит не каждому духу доверяйте не каждому духу верьте вот мы также должны свою сложность понять что не каждому голосу внутри себя я должен стопроцентно давать доверие хотя конечно иногда срабатывает и этот вариант то есть иногда и внутренний критик бывает полезен чтобы нам не впасть уж совсем какие-то крайние вещи но зачастую у людей с заниженной самооценкой как говорят эксперты у россиян крайне заниженная самооценка то есть это одна из черт таких наших национальных то есть если мы возьмем как бы исследования такие более-менее по другим странам там более теплым то там с этим попроще то есть не обязательно она прям завышены да но она какая-то нормальная а у нас вот в силу может быть неприятностей там и двадцатого века серьезных и так далее у нас в среднем очень заниженная самооценка у населения это тоже порождает ряд каких-то проблем и это значит что голос внутреннего критика он будет очень силен он будет очень громок он будет очень категоричен и приведет к тому что человек будет либо без инициативной абсолютно потому что любая инициатива будет зарубить у тебя не получится да с чего ты взял и вот в этом плане апеллировать все это к богу что это бог так на тебя ругается что ты вообще не способен ты вообще грешник вообще в ад пойдешь и так далее то есть мы тогда не сможем апеллировать ну в этой ситуации к богу что совесть это именно голос божий в человеке мы должны тут немножко разграничить хотя конечно бывает что и внутренний голос как интуиция он иногда подсказывает то есть если другой голос не такой категоричный не такой громкий не такой критичный мы его называем интуиция например да который может быть иногда нами не замечается так часто бывает то есть мы не прислушиваемся к нему вот но это наверное ближе голосу божий на к совести в том понимании классическом которым мы употребляем то есть какая-то весть такая бога что здесь вот было бы хорошо вот так но если мы сравним чтобы как как вот обычному человеку разделить да где голос божий во мне то тут конечно сложно очень потому что будет зависеть от того какой образ бога в самом человеке если человек воспринимает бога как тирана деспота который сидит над ним там на троне где-то и командует то конечно так такой же голос внутри меня будет восприниматься именно как голос божий вот здесь мы можем конечно на святоотеческую традицию опереться и состоятся как говорят как узнать откуда весть пришла да ну они про сны иногда так говорят да если это рождает какую-то радость в лучше если это рождает какое-то ощущение теплоты спокойствие значит это от бога была весть если какое-то раздражение там томление гнев там и так негативный какой-то спектр эмоций то скорее всего от лукавого там или то есть и в этом плане то есть мы часто путаем и я даже раньше очень часто путал то есть принимал внутреннего критика который по сути-то рождает иногда часто и уныние и какую-то сверх озабоченность какую-то неуверенность там где надо сделать самому вот и если это принимать за голос богу конечно это будет очень проблемой для человека но вот хорошо совесть это не внутренний критик мы на критике если это за хотя конечно мы говорим что мы полностью его тоже не выносим за скобки то есть есть ситуация когда но это не совесть это не совестливый голос это просто критическое отношение к себе которые если скажем не выстроен баланс взаимоотношения с людьми и миром вырождается в заниженную самооценку не может быть поэтому и начинает вредить из самооценка то есть при нормальной самооценке голос внутреннего критика он учитывается но он не воспринимается так как как бы как ну безапелляционно и вот ну так же как например если у человека заниженная самооценка вот например я и вы мне скажете отец никакой ты плохой человек то есть моя оценка почему она занижена потому что она выстроена на оценке других людей обо мне а они обо мне ну не часто хорошо там скажем обзываются да поэтому я буду страдать я буду этот критическое как бы замечание рассматривать именно очень болезненно что этот вот это именно в центр меня направлено потому что я эту оценку вамνε сам да то есть при нормальной самооценке я эту оценку как бы полностью вам не отдаю я могу прислушиваться к вашему голосу а могу сказать что ну это ваше право считать что я там плохой чек и это эту вообще и тогда она не так болезненному также голос внутреннего критика при нормальной самооценке он воспринимаем что то там у тебя неполучить да а тут есть риски но я попробую то есть я у человека есть внутренний ресурс преодолеть и сделать. А вот при заниженной самооценке уже этого ресурса не хватает. То есть он полностью подавляется этим голосом критики. И это, конечно, бывает тяжело проживать. Мне кажется, мы немножечко отошли в сторону от совести. С другой стороны, есть тогда серьезная, опять же, опасность смешать. Хорошо, внутренний критик отодвинули немножко в сторону. Это какая-то отдельная персона. Но не всякий же голос, не всякий голос сомнения, и даже, мне кажется, не всякий голос интуиции, ну, в том значении, что двигаться туда или не двигаться сюда, поступить в этот вуз или не поступить в этот вуз, пойти на эту работу или не на эту. Это же не голоса совести. Все-таки, мне кажется, у совести есть конкретная функция. Она встает между этикой, которая сформирована либо человеческим сообществом, то есть нормами, правилами и так далее. То есть, например, для европейского человека каннибализм это жуть-жутко и страх страшный, но для какого-нибудь папуана... Это нормально, но опять же, там тоже работают механизмы, что нельзя есть своего соплеменника. Каннибальная этика. Да, да. Но к вопросу, да, что вот эти правила, нормы формируются и формируется некая этика, пространство этики. И есть мое удовольствие. Вот. И очень часто этика встает на пути к моему удовольствию. Ну, то есть, например, мне бы очень хотелось там, я не знаю, выпить ящик шампанского. Тогда меняется этика. Да. Если у большинства людей как бы это происходит. Вот. Ну, в любом случае у каждого свое удовольствие, да, то есть... И тоже, мне кажется, очень важный момент, что ребенок не рождается совестливым. То есть, с этим голосом внутри он не рождается. Он долгими годами воспитания формируется. Вот. То есть, совесть, еще раз повторюсь, как некий инструмент встающий и регулирующий, как вот регулировщик на дороге, где-то там направо-налево. Вот. Он регулирует определенное мое поведение для того, чтобы привести в некое соотнесение с окружающим миром, с Богом. Ну, тогда, если мы так будем совесть воспринимать, это будет просто механизм социальной регуляции такой. То есть, так как вы это описали, потому что, да, если мы это не рассматриваем именно как что-то врожденное, как приобретенное, то это просто социальный навык, быть хорошим. Ну, то есть, там, не нарываться на неприятности, да, там, избегать каких-то острых ситуаций для себя. Кстати, интересно, вот недавно тоже услышал и прочитал, что и, по-моему, Шопенгауэр и Ницше, они вскрывают, как бы, суть этических, да, предпосылки. Оказывается, что гедонизм, как раз, который вы противопоставили этике, он в основе этики. То есть, почему там, не воруй? Потому что я хочу комфорта в этом, чтобы, ну, чтобы меня не воровали. Это да, но мы... Почему надо быть хорошим? Чтобы хлеб дорого не стоил. Ну, хорошо, допустим, не этики, скажем так, удовольствие и свобода. Потому что моя свобода заканчивается там, где начинается ваша свобода. И, соответственно, если моё удовольствие, вот поставим перед нами сейчас огромную тарелку с блинами, вот, то мы будем рвать... Конкурировать. Да, да, да. Совесть мне подскажет, что, ну, например, отец Николай сегодня пришёл с большей, с более трудной работой. Он там не ел с утра, а ты обедал. Поэтому совесть мне подскажет, уступи отцу Николаю, например, последний блин. Вот. Пусть поест человека и пусть насладится. А желание насладиться, скажет, ешь сам. А желание, да. При этом я... Совесть-то мне как раз в этом смысле подсказывает, что нужно сделать для того, чтобы отношения наши с отцом Николаем не порушились. Ну, а вот... И чтобы моё поведение не было бессовестным, что тоже важно. Нет, ну, тут даже, может быть, вот последнюю фразу если отбросить про поведение, то получится интересно. То есть, да, мы, видите, как бы несколько концепций совести вскрываем. То есть, о чём я говорил, то о чём вы говорили, там, например, как совесть, как метод социального, там, урегулирования, да, поведения, как инструмент. то вот в этом последнем случае мы можем прийти к пониманию совести именно как любви. Потому что, ну, и здесь тогда мы вот уйдём от всех этих частностей и, может быть, придём уже к классическому пониманию совести, святоотеческому, как голос Бога внутри тебя. И здесь важно именно, мне кажется, для меня важно момент именно отсутствия пользы. Вот, как сказал отец Вячеслав Рубский, мне понравилась его мысль, что любовь, она с точки зрения эволюции, биологии, она абсолютно бессмысленна, её некуда приткнуть. То есть, мы в процессе эволюции пытались, как бы, приспосабливались к выживанию, как выжить здесь, на этой земле. И очень много социальных, те же моральные нормы, это как тоже продолжение механизма эволюционного выживания, чтобы жить вместе и друг друга сильно не жрать. И в этом плане всё, что мы, даже дружба, то есть, мы это тоже можем использовать эволюционно. То есть, мы что-то от человека берём, что-то он от нас берёт. Вот такой вот взаимообмен идёт. Тут пока о любви, а вот именно любовь в том виде, который показывает её Христос, она, из неё ничего не выжмешь, она ничего тебе не даст, никаких бонусов там, ты ничего от этого не примешь. То есть, ты не разбогатеешь, не станешь добрее. Она просто есть, вот как тепло какое-то. И в этом плане, когда я чувствую это, то есть, любовь как пространство, в котором я вижу другого как другого. То есть, любовь как пространство, в котором нет эволюционной борьбы, социальной борьбы, конкуренции какой-то. И в этом пространстве, когда я вижу, что там нет конкуренции, если я в пространстве любви, то я вижу тогда вас не как конкурента этим блинам, которые между нами стоят, и кто быстрее их слопает. А в пространстве любви мы друг друга можем увидеть, как личность, как человека. И если мы отдадим там два даже блина предпоследний тоже, то мы от этого испытаем радость. Радость, которая не обусловлена ни конкурентной борьбой, ни тем, что мы съели сколько нам надо и так далее. То есть в этом вопросе совесть уже как некий опыт любви, опыт рая, где я выхожу из конкурентной борьбы, из конкурентных условий, и тогда у меня появляется как раз свобода, то есть мы же вне любви, мы не можем противопоставить мое удовольствие и свободу. Они всегда будут конкурентств, сталкивать. Если удовольствие, значит, блины мне, а не вам. Это в любом случае. Ели вы там, не ели, я даже спрашивать не буду об этом. И тогда свобода, да, то есть она конкурирует с тем, что... Но любовь дает... Бог как любовь дает пространство, в котором я вот эти вещи уже не противопоставляю, они там слиты. Моя... В любви моя свобода и мое удовольствие, они едины. И я вижу, что насыщаясь... Вижу, как вы насыщаетесь, и это доставляет мне неподдельную радость и удовольствие, который бы этот блин, может быть, он мне не доставил вообще даже по пяти процентов этой радости. То есть опять мы возвращаемся к тому, что вот оно и удовольствие. Ну да, как бы отдай сначала то, что очевидно, то, что конкурентно, то, что эволюционно. А в сфере любви уже нет конкуренции, а удовольствие все равно сохраняется, и свобода твоя сохраняется. А в этом смысле совестливый человек для вас, эта позиция слабая или сильная? Ну, конечно, сильная. Но не в том понимании совестливый, как совестливый моралист, который не делает, потому что сам хочет так. Ну, то есть, который скрывает свои истинные желания за ширмой морали общественной, говорит, так не положено, так нельзя. Совестливый тождество на слово стыдливый? Для меня, ну, в данной ситуации не совсем, как бы, очевидно. Потому что совесть, насколько я понимаю, когда она в тебе начинает действительно говорить, ну, то есть, опять же, я стою перед некоторым выбором, дать этот последний блин вам или не дать, я его не даю, съедаю, потом мы прощаемся, расходимся, вроде все, как бы, нормально, я еду домой, а у меня вдруг всплывает мысль, то есть, вот это вот как раз голос совести мне подсказывает, ну, ты, конечно, так себе, друг. И ты начинаешь испытывать чувство стыда. Вины, наверное, короче. Вины, стыда, вот, что ты, ну, стыда за то, что ты оказался не так хорош, как кажешься, и вины перед конкретно человеком, что ты там ему не уступил. Вот. Ну, это на уровне все равно, ну, как бы, таком, вот, мы несколько этапов, ну, несколько моделей совести рассмотрели, вот такая модель совести, она не на уровне, вот, высшей любви, это все равно уровень социальных каких-то. То есть, почему я должен быть хорош для него, ну, как в социуме, это же опять предмет конкуренции, то есть, я должен быть настолько хорош, чтобы он этот блин слил, то есть, я над ним все равно получаю преимущество тогда, раз я ему, блин, отдал. А так, получается, он мне отдал, значит, он в этой конкурентной борьбе стал выше. И у меня чувство вины, чувство ссои. Да как же я мог? Это критик мне говорит. Как же ты мог? Ты же должен быть стать лучше, ты должен быть умнее, ты должен быть добрее и так далее. И тогда вот этот голос внутреннего критика, ну, это просто голос внутреннего критика. А вот в состоянии любви ты даже не будешь задумываться, кто это. Мы, может, с вами параллельно его пополам съедим с радостью. Мне еще хочется там высказать, я говорю, и я хочу. Но мне так приятно смотреть, как ты их уплетаешь. Ну, давай пополам, ну, давай. И у нас не будет конкурентной борьбы, и не будет внутренней критики, что ты поступил неправильно. Даже если она и будет, ты ее не будешь прочитывать как голос совести. Ты ее считаешь именно как внутреннего критика и скажешь, заткнись, дружок. Все было вообще отлично, мы оба получили удовольствие, блины все съедены подчистую. Просто вот с совестью как-то более-менее, понятно, опять же, широкими мазками, понятно. Но вот есть ряд сопутствующих вопросов с тем же чувством стыда и с тем же чувством вины, которые являются некоторой... Ну, опять же, это такое проявление в нас работы этого регулировщика. То есть он все равно, как бы, можно сказать, что это внутренний критик, да, но, например, если я на корпоративе перепил, и перепив, там, не знаю, позволил себе что-то совсем страшное, ужасное и так далее, то есть в этот момент голос моей совести окончательно молчит, он мне сейчас ничего не говорит, он мне не подсказывает. Но утром просыпаясь, когда действия всех этих, господи, препаратов и прочее, вещества, да, я слово забыл, вещество, да, проходит, вдруг вот отсюда вылезает чувство стыда. Ну, тут очень сложный механизм психологический. Это надо, наверное, может быть, психолога пригласить нам на программу, да, и чтобы он... Потому что с точки зрения психологии человек поэтому и будет напиваться, что очень сильный голос критика в нем. И он, скорее всего, это и совершит, но просто потому, что так бы он, как бы, и не совершил. Ну, в общем, там сложный механизм, такое, как бы, самобичевание на самом деле. Я прошу прощения, уточню просто, да. То есть, вот, вы сказали про любовь, пространство любви, да, то есть, вот, некое идеальное, действительно, сосуществование со всеми, вот, которое, собственно говоря, совесть тебе дарует. Оно тебе помогает. Ну, тут даже, смотрите, чтобы далеко не уходить от примера, да, вот я там на корпоративе напился, что-то там наколобродил, вот. Что во мне потом говорит? Ну, ты же с социальной точки зрения накосячил. Как ты будешь смотреть в глаза сослуживцев? То есть, опять мы приходим к тому, что у человека заниженная самооценка, и он будет искать, значит, он ищет свою оценку в других людях, а какая она в других людях, они все на тебя смотрят и смеются. Все, в этом крах, в этом боль твоя, потому что у тебя нет своей оценки нормальной, все оценки чужие будут, это как на фигурном катании поднимают там таблички, 9, там, 8, а ты придешь на работу, тебе один, то есть, на корпоративе тебе это все показывали 9, 8, потому что все тоже были нетрезвые, а пришел на работу все, один, два, три, кто-то с тобой вообще не разговаривает. Все, для человека крах, для него стресс. Он и сам себя ругает и говорит, и совесть меня мучает. А на самом деле это же просто социальная конкуренция, в которой он себя чувствует лузером теперь, он облажался, не надо было столько пить, тогда надо было, тогда кто-то бы напился, он бы встал на ступеньку над ним. Ну вот я все-таки, да, хочу, мне кажется, просто, ну как бы, то есть, произнесли фразу про любовь, это все правильно, я абсолютно с этим как бы согласен и подписываю, что действительно подлинная настоящая совесть, как бы, работы ее в нас, голос Божий, который есть, любовь, опять же, да, это формирование пространства любви. Но оно не всегда бывает так, что вот мы сели, между нами тарелка блинов, и мне сразу это все подсказало, что я должен уступить. Я в какой-то момент был занят действительно собственным голодом, собственным голодом, собой. И это нормально. Вот, я это съел. Да, и хорошо. Ну, подождите, да, то есть, то, что подсказывает мне совесть, вот, когда я еду в трамвай, там, например, домой, это же тоже, это может быть первым, первой ступенью, то есть, чувство стыда, первой ступенью к той самой любви. Я думаю, нет. А как мне еще увидеть брата голодного, если мне это не подскажет кто-то? Это когда вот так вот нас окутывает Бог любовью, то есть, Он нас в это пространство погружает. И если, даже хорошо, если вы будете голодным и не заметите меня, потому что в такой ситуации у меня больше шансов... Вы сможете это произнести в тот момент, когда вы будете тоже голодными глазами? Нет, если мы будем оба голодные, мы, конечно, все, съедим быстро. Но для кого-то, если кто-то голоднее, то он, Бог как бы тогда через эту ситуацию открывает пространство любви для него. Для меня это не будет проблемой. И если для меня это не проблема, то и вам не надо себя мучить, что я съел последний блин. Потому что мы здесь не конкурируем, просто у меня было меньше чувства голода, и мне тем самым Бог помог увидеть ваше чувство голода и вашу нужду в этом. То есть, меня в этом... Ну, в идеале мое вот это пребывание в любви, оно как-то разделится, но... Но в этом не будет наплевательского отношения к другому? Нет, не будет, не будет. Почему? Не будет. Потому что... Мы говорим неприлично. Если мы будем себя пилить, в этом тоже не будет никакого отношения к другому. То есть, от того, что я еду в трамвае и пилю себя, что я съел последний блин, мне-то от этого легче тоже не будет. То есть, это опять некое зацикливание на самом себе. Это не выход к другому, это не видение другого, как другого. Это опять зацикливание, а как я поступил? А если следующим этапом будет... Вот я еду в трамвае, это умозаключение, как бы ко мне приходит. Следующим этапом я беру телефон, набираю вас и говорю, слушай, ты что-то я... Ты прости меня, я... Ну, может быть, да. То есть, это будет уже выход из самоедения. И я с любовью скажу, брат, я так был рад посмотреть, как ты лопаешь эти блины. Я на самом деле был сын. А если не так? Ну, а что мы будем это делать? А как-то по-другому. Реакции-то могут быть разные. Может быть и по-другому, но в любом случае мы услышим обратную связь. Это срабатывает на уровне... Важна обратная связь. На уровне менталитета срабатывает, когда лежит последний блин. Даже шутка есть. Надо выключить свет, чтобы кто-то взял. Сидят пять человек, и никто не решается взять. Мы возвращаемся к заниженной самооценке каждого из нас. И то, что мы знаем, что я буду ехать в трамвае и пилить себя за то, что я не сделал. Но если я вдруг... Что я сам себя пилю? Позвоню брату своему, который не съел. И скажу там, отец Сергий, ну прости, что-то я вот... Ты, наверное, тоже голодный. Ты скажешь, да ладно, не обращай внимания. То есть я уже... Тут проблема-то в чем? Если это внутренний критик, а не совесть, то совесть-то успокоится. Тебе брат сказал, что все хорошо. А внутренний критик продолжит тебя пилить. Скажет, это он из люб... Это он еще на одну... То есть он тебе отдал последний, он встал на ступеньку выше в добродетели. Ты ему позвонишь, а он тебе скажет, ничего страшного. Он на вторую встанет. И между вами уже дистанция будет в две ступеньки. Ты вообще лузер тогда. Вот такой голос мы не можем признать голосом Бога. Это просто голос, вот это социальный инструмент, ну, как бы конкуренции в социуме между нами. Вот. А если мы будем... Или это такой вариант, да? Или, например, вам кажется, что я на ступеньке выше. Вы мне звоните, я говорю, да все хорошо. И вы это принимаете как вот именно голос Божий. Потому что мне же сказали, что все хорошо. Значит, мы опять вместе. Мы уже не конкурируем здесь. Мы поняли, что этот блин не разделил там между нами, пропасть не провожил никакую. Он легко нами был преодолен, этот блин. И мы вместе. То есть вот я за такую идею, что мы должны ощущать и понимать себя вместе на одной плоскости. Вся церковь, все люди. Никто из нас не выше, никто из нас не ниже. И в этом, наверное, вот новизна и революционность христианства, что нам не за что конкурировать здесь. Мы здесь, чтобы вот быть в событии. И учиться ловить вот эти моменты любви, когда мы не просто теоретически знаем, что... А на практике видим, что выход из конкуренции рождает какое-то новое состояние в душе, которое мы называем жизнь, любовь и радость. Отец Николай, спасибо огромное. Живой диалог сегодня у нас получился, как никогда живой. Потому что, опять же, то, что туманно и то, что до конца в полной мере не ясно, оно вызывает множество вопросов и согласий, и несогласий по поводу тех или иных тезисов. Но мне кажется, что вот эта вот идея того, что совестливость в нас, совесть в нас, голос Божий в нас, то, что в первую очередь призвано показать нам не настолько на наши ошибки, сколько на те пути, которыми могут быть налажены связи, выстроены связи кровеносной системы любви. Мне кажется, это очень удачный вывод сегодняшнего нашего разговора. И образ очень удачный, кровеносная система любви, прям супер. Спасибо вам огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, до скорых встреч. Присоединяйтесь к нам в следующий понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин